Итак, уважаемые зрители, мы с вами в студии программы подробностей. Рядом со мной Юрий Мастяев, известный наш политолог, кандидат исторических наук, если я не ошибаюсь. Да, вот я вас так титуловал. За это вы мне, пожалуйста, нашим зрителям расскажите прямо и доступно, что же это такой недавно созданный Евразийский союз. Вроде так я назвал, потому что еще не точно даже называют и на федеральных каналах, но и в разных информационных источниках. Это наш ответ ЕС и наше противопоставление какое-то, выросшее на базе существующего конфликта из-за Украины? Или что это такое? Ну, я думаю, что это и то, и другое. Соответственно, сказать, что это прямо наш прямой ответ ЕС и события Украины, это, конечно, неправда. Потому что, на самом деле, проекты создания такого экономического союза возникали еще в начале 90-х годов. Еще в 93-м году были приняты некоторые документы, которые, соответственно, подвигали нас к образованию некого экономического пространства. А в 94-м году, выступая в МГУ, Назарбаев в открытую. Одним из первых четко призвало, что давайте создадим некое экономическое сообщество. То есть, это прародитель такой? Ну, я так думаю, что эта идея, она витала в воздухе, потому что действительно было всем понятно в 93-м году, что тот парад суверенитетов, который ставился в 90-м году, соответственно, он привел к тому, что многие экономические связи были разрушены, и никто от этого не выиграл. Потому что, опять же, когда мы называем Советский Союз, империи, которая, условно говоря, как настоящая империя должна была пожирать свои национальные окраины, на самом деле, ситуация была несколько иной. Потому что, наоборот, из РСФСР во многие окраины шли потоки, в том числе и капиталов, и сырья, и тому подобное. Соответственно, опять же, вывоз, ну, как и сейчас, но сейчас, наверное, меньше степени. А тогда это было действительно очень серьезно, потому что, опять же, там создавали национальную экономику, естественно, перевозили туда не только оборудование из центральных районов России, но и перевозили в том числе и инженеров, рабочих и так далее и тому подобное. Соответственно, кооперация была на очень высоком уровне. И отсюда разрушение тут быстрых этих связей, естественно, не привело к тому, что и нам стало лучше, и не привело к тому, что и им стало лучше. И когда несколько политических амбиций начали утихать, и, естественно, экономика-то, она заставляет, в том числе, эти политические амбиции умерять, стало ясно, в том числе и для нас, и для того же самого Казахстана, и для других республик, что политика-политика, но экономика-экономика. И все-таки экономические интересы, они не менее важные, а иногда и превалирующие над политическими и тому подобное. Поэтому это был нормальный, разумный вариант. Просто Назарбаев его одним из первых так четко озвучил. А что сейчас? Ну, сейчас это, на мой взгляд, просто логическое завершение того процесса, который начался еще в начале 90-х годов. Потом, в 99-м году, соответственно, был сделан очередной шаг к тому, чтобы создать некое интеграционно-экономическое пространство на территории стран СНГ. Соответственно, были разработаны несколько условных этапов. Первый этап — это создание Евразеса, который красивый аббревиатур Евразес, но Евразийское экономическое сообщество. Туда входили или... Туда входили пять республик, да, Россия, Казахстан, Беларусь, которые сейчас подписали вот это последнее соглашение, также Киргизия, Таджикистан. Ну, затем там, как, типа, наблюдатели Украины и Молдова вошла, и затем Армения. Ну, они так полного статуса не приобрели, но, соответственно, был сделан шаг к тому, чтобы создать некое экономическое сообщество. Как бы первый шаг на пути интегративных процессов в этой сфере, в том числе в сфере, например, артареев и там подобное. Отсюда следующий этап должен был создание как раз вот таможенного союза и так называемого экономического пространства, единого экономического пространства, ЕЭП. Вот такая логика. Да, в общем-то, это, что и было осуществлено, где-то с 2007 по 2010 год шло создание вот этого таможенного союза, его окончательное оформление, которое должно было привести к тому, что должны были отменены быть внутренние всякие таможенные барьеры между странами, которые должны были в него войти. В него вошли, опять же, вот эти три республики, Россия, Беларусь и Казахстан. Ну, и затем на базе вот этого таможенного союза с 2010 года начинается формироваться единое экономическое пространство. И в 2011 году уже было заявлено о создании вот этого Евросийского экономического союза. Так что сказать, что это вот прям наш ответ, нет. Да, прям вот взяли. Ну, то, что, на мой взгляд, события на Украине несколько ускорили вот этот процесс, потому что, ну, условно говоря, 29 апреля 2014 года встреча президентов привела к тому, что на фоне вот этих событий в Украине было принято решение несколько интенсифицировать. Отсюда последний месяц шли очень тяжелые переговоры. По некоторым там оценкам я там видел даже такое, что переговоры шли по 10 часов в день на уровне заместителей правительства, председателя правительства. И, соответственно, шли очень тяжелые ситуации, потому что, хотя сейчас там президент демонстрирует свое единение в этом союзе, но он должен понимать, что все равно некие проблемы, противоречия, они остаются. Ну, например, там очень серьезные негативные позиции занимала Белоруссия по поводу российской нефти и всяких там проблем с ее ценой, с таможенем и там подобное. Ну, насколько я знаю, некоторые проблемы были вынесены за скобки данного подписания, Беларусь кое-что было обещано и так далее. И тогда Минск пошел навстречу. Ну, это тоже можно понимать, потому что, опять же, все равно, хоть мы и говорим о союзе, все равно это остается суверенное независимое государство, которое преследует свои интересы. Говорят еще, простите, перебью, Армения собирается в союз. Ну, опять же, не только Армения, две республики заявили о том, что они готовы в ближайшее время вступить в этот союз, это Армения и Киргизия. Но если Киргизия планирует это сделать где-то с 2015 года, то Армения говорит о том, что она готова хоть сейчас присоединиться и уже где-то в июне месяце этот вопрос окончательно решить. Ну, вы должны понимать, что по-хорошему, опять же, подписан союз, но на самом деле он вступает в силу только после того, как эта договоренность должна, во-первых, быть артифицирована еще парламентами данных республик. Владимир Владимирович, там, наш российский парламент просил ускорить этот процесс, я думаю, это будет сделано. Ну, я думаю, что и в других республиках не должно вызвать это особых проблем. И на самом деле союз вступает в силу только с 1 января 2015 года. Так что как раз к тому моменту, когда там Киргизия или Армения определятся своим выбором, он только начнет работать. Ну и на мой взгляд, просто тут опять вопрос возникает всегда, там, что нам ждать, да, там. Ну, другие системы, да, да, да. Ну, я бы так сказал, что пока ничего. Ну, опять же, должны понимать, что этот процесс достаточно такой сложный. По мнению многих экспертов, реальная отдача, такая ощутимая, может возник где-то там в 2025 году. Это же гео-геополитика. Да нет, это не гео-геополитика. Это просто проблема в том, что, во-первых, ну, должны понимать, например, российская экономика, да, и российская там структура экономики, уровень там государственного управления экономикой. У нас и у Беларуси совершенно разный. В Беларуси остается очень много государственных предприятий. Опять же, там очень большие государственные дотаты сельскому хозяйству и тому подобное. Соответственно, если мы хотим прийти к некому союзу единому, то должны понимать, что надо будет унифицировать, в том числе, и вот эти рыночные отношения, и роль государства, и в том числе принять огромное количество различных правовых актов, которые должны привести к единой некой системе в налоговой ситуации, в той же самой таможенной политике, в бюджетной, в кредитной, в страховой и так далее. А это процесс такой, что спешить действительно оно нельзя. И последний вопрос, Юрий, если можно, то время наше истечет, а я его не сумею задать. Не знаю, противники или там какие-нибудь романтичные такие настроенные аналитики говорят, что Путин пытается создать свой собственный СССР. Ну, это и есть идея. Ну, как бы две идеи. Первая идея, что Россия пытается создать Советскую империю. Вторая, что мы строим союз по подобию Европейского союза. Ну, я так думаю, что здесь присутствуют обе модели в той или иной степени. Но при этом, на мой взгляд, ничего такого страшного нет, когда там нас ругают, что Советская империя. Потому что любой шаг России по тому, чтобы как-то интегрировать по Советской пространству, сразу такие отклик вызывает, вызывало и будет вызывать. Потому что, ну, опять же, всем понятно, что никто особого усиления России не хочет. Опять же, понятно, что есть и испуг со стороны того же самого Инна Разорбаева и Лукашенко по поводу того, что действительно от экономического союза Москва пытается перейти, в том числе и к политическому диктату. Ну, поэтому и есть некие противоречия, проблемы. Отсюда, например, Назарбаевский призыв к тому, что, например, Турция вступила. Есть для того, чтобы несколько там уравновесить политику Москвы. Ну, я так думаю, что и в Белоруссии, и в Казахстане... Да нет, я думаю, что они были бы не против, кстати. Да, а что это? Потому что, ну, Турции в Евросоюз так и не пускают. Но все равно там в Турции наших ребят очень много. Да, потом, опять же, экономика Турции во многом строится на туризме, основу которой оставляют российские туристы. Опять же, на производстве ширпотреба, который тоже во многом идет в России. Опять же, фрукты, овощи тоже. А дальше уже Египет и Таиланды где-то. Нет, но разговор идет, например, не Египет и Таиланды, а разговор идет, например, Китай, Индия. Так это проносится. Тогда это будет монстр, конечно, огромный. Ну, я так думаю, что здесь, опять же, почему так нас ругают в этом плане? Потому что, опять же, если Россия пытается стать каким-то неким центром притяжения силы в мире, а это общие тенденции, например, США, это НАФТА, да, северная консульта, сентября. Есть такое объединение, например, там, Южной Америки, Меркосур. Та же самая Европа сама объединяется. Но когда они объединяются, они как Димаевики, когда Россия становится центром и пытается объединиться, что, в принципе, вполне нормально. Так же, как всем ясно, что в НАФТА ведущую роль играет США. Но никто же их не упрекает, что таким образом через НАФТА они пытаются свои имперские амбиции платить. А как мы, ну, всегда было исти будет. Обычная игра такая. Да, обычная игра. Поэтому, я так думаю, нам на это особо болезненно реагировать не надо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова